Первый троллейбусный маршрут стал жертвой задолженности перед энергетиками. Сегодня долг Саратов-Горэлектротранса перед поставщиками электроэнергии составляет почти 20 миллионов рублей. И он не уменьшается, а только увеличивается. Критическая ситуация вынудила энергетиков пойти на крайние меры. Поставщики заявили, что отключают подачу электричества на подстанциях, обеспечивающих работу троллейбуса номер 7. О последних часах маршрута наш следующий материал. Они последний раз вышли на маршрут. 8 апреля – заключительный день, когда еще работает троллейбус номер 7. Энергетики заявили, больше не намерены закрывать глаза на задолженность Саратов-Горэлектротранса. Сумма по платежам скопилась внушительная. Энергетикам задолжали почти 20 миллионов рублей. Водители и кондукторы электротранса уже задумываются, куда переходить после закрытия маршрута. Вы не боитесь остаться без работы? Нет. А что вам сказали, что вы перейдете на новый маршрут какой-то? Я себе найду. Пассажиров много вообще у вас бывает или недостаток? Собираем то, что остается после автобуса. Но это немного, я так понимаю. Вы правильно понимаете. Но это Дмитрий немного лукавит. Маршрут, хоть и не самый известный, свою долю пассажиров всегда собирает. В час пик здесь яблоку негде упасть. Особенно популярен седьмой троллейбус среди тех, кто пользуется проездными. Я этим троллейбусом постоянно пользуюсь. И беру всегда билет проездной на этот троллейбус. Трамвай-троллейбус беру. Потому что мне это удобно. На вас это скажете, если у вас любят. Это плохо будет для нас, для пенсионеров. Все давно к этому шло, уверены те, кто работает на седьмом маршруте. Один за другим сокращали число троллейбусов. А вот количество автобусов, дублирующих маршрут семерки, наоборот, постоянно росло. Они и вбили последний гвоздь в крышку гроба. Четыре троллейбуса не смогли конкурировать с десятками автобусов. У нас всего четыре графика, всего четыре единицы. Интервал 20 минут 15, кто нас будет ждать. Когда автобусы стоят в заторах, тогда у нас людей больше. А подвезают они вас? И подвезают, и звонить бестолку. Впереди автобусы ездят совершенно бесполезно, потому что все равно не даст проехать. В руководстве Саратовгорэлектротранса уже и забыли, когда предприятие закрывало год без долгов. Угроза отключения электроэнергии возникает раз в несколько месяцев. Но сегодня температура достигла точки кипения. Последние искры в проводах троллейбусного маршрута пробегают в четыре часа. В руководстве города, говорят, сделали все, что могли для реабилитации предприятия. Но без денег лишь оттянули неизбежное отключение. В течение нескольких последних лет долг Саратовгорэлектротранса неуклонно рос по ряду причин. Одна из них – уменьшение из года в год городского бюджета, что лишает нас средств, в том числе на поддержку муниципальных предприятий, несущих социальную нагрузку. Если 12 лет назад Саратову оставляли 20% от всех налоговых сборов, сейчас ему достается чуть больше шести. К чему может привести такое хроническое недофинансирование, я говорил уже не раз. Так что закрытие одного троллейбусного маршрута может оказаться только первой ласточкой. В руководстве «Саратовэнерго» заявили, что есть график дальнейшего отключения линии Горэлектротранса. Какой троллейбус следующим выйдет из строя, неизвестно. Но власти заявили, что транспортного коллапса не будет. На все утраченные маршруты выведут дополнительные автобусы. И только что стало известно, что перевозчику удалось достигнуть соглашения с «Саратовэнерго». По договоренности оплата долга будет производиться, а значит троллейбус номер 7 вернется на маршрут.